Грибного лета, дожди косые, Родного дома тепло и свет. Мой дом за прудня, мой дом Россия, И лучше дома на свете нет. Мой дом за прудня, мой дом Россия, И лучше дома на свете нет. В субботу жители поселка Запрудня от Алдомского района собрались возле спорткомплекса Антей, чтобы отметить день рождения своей малой родины. А исполнилось ей 509 лет. Возраст очень солидный, поэтому история поселка славная. А создают летопись Запрудня и ее жители. Именно их чествовали в этот день на сценической площадке, где развернулись главные торжества. Вместе с главой городского поселения Запрудня Дмитрием Староверовым флаг поселения подняли золотые медалисты школ. В своем поздравлении Дмитрий Староверов отметил, что этот день особенный для тех, кто вложил частицу своей души в становление поселка. Сейчас начали появляться результаты труда предыдущих лет. У нас уже накануне, в 2014 году появилась горячая вода, которой мы добивались 5 лет. В этом году уже у нас появился новый бассейн. По губернаторской программе мы построили бассейн. Огромное спасибо, что нас поддержал губернатор и включили программу по ремонту 20 культуропрогресс. Сейчас активными темпами идет строительство нового микрорайона, в который в конце года переедут наши жители аварийного жилья. Мы будем очень рады за них, когда они переедут и будут жить в безопасном условии. В планах у нас со следующего года строительство парка, то есть проектирование и строительство нашего парка вокруг нашего прекрасного озера. Планов много. Развитие рабочих мест. Пользуясь случаем, хочется сказать, чтобы инвесторы приходили к нам, мы их ждем, чтобы они создавали здесь предприятие. Земля у нас по генплану есть, по промышленности. У нас есть всевозможные коммуникации, газ с электроэнергией в достаточном количестве. Глава поселения поздравил запруднинцев и вручил благодарственные письма лучшим специалистам в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения и правоохранительной системы. Большой вклад в развитие поселка внесли почетные жители Евгений Сучков, Любовь Корялова, Евгения Калинина, Петр Рассолов и другие. Многие из них пришли на праздник и получили из рук главы подарки. С праздничной датой жителей поселка поздравили благочинный церквей Дубнинско-Талдомского округа протеерей Владислав Бобиков и настоятель церкви преображения Господней протеерей Александр Макаров. Этот праздник проходит после престольного праздника, который был в храме преображения. И я думаю, что покровительство Божие над этим замечательным городом будет многие-многие годы. Поздравил Запрудницев и депутат Московской областной думы Виталий Федоров, который вырос в Запрудни и по праву считает ее своим родным домом. По ходатайству депутата из областной казны выделены средства на ремонт спорткомплекса «Антей» и школы, а также на приобретение оборудования для Дома культуры «Прогресс». Парламентарий вручил благодарственные письма и подарки лучшим работникам. Запрудня всегда исторически славилась своими мастеровыми. Еще со времен создания стекольного завода, а позднее Запрудненского завода электровакуумных приборов всесоюзного значения, Запрудня была кузницей кадров, высоких специалистов, рабочих, технологов, инженеров. И сегодня главное достояние Запрудни – это люди, которые живут здесь и трудятся на благо родного поселка. Далее с поздравлениями на сцену вышли председатель Совета депутатов Талдонского района Роман Орлов, глава Талдома Юрий Журкин, а также руководители предприятий, представители творческих союзов. В этот день были подведены итоги смотра конкурса по благоустройству территории поселка Запрудня. В числе победителей – коллектив школы номер два, а также жители многоквартирных домов, организовавшие цветники на придомовых территориях. Подарочки дарили, подарочки дарили, 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 дарили. В этот праздничный день жителям поселка и его гостям дарили свои творческие номера воспитанники детской школы искусств, вокального ансамбля «Золотой ключик», образцового ансамбля современного танца «Авангард», ансамбля русской песни «Слободка», дуэт «Очарование» и многие-многие другие. На сцене чествовали молодоженов Пуховых и золотых юбиляров Робовых, ветеранов войны и труда, победителей и призеров спортивных соревнований, олимпиад школьников, лауреатов конкурсов художественной самодеятельности и многих других. Программа праздника была насыщенной и разнообразной – от литературного фестиваля до выступления солиста группы «Лесоповал» Олега Гонтаря. И каждый нашел развлечение по душе.